Господи, Сил, с нами будет, и договор разве Тебе, помощником скорбек, невиномы. Господи, Сил, помилуй нас. Здравствуйте, дорогие мои друзья! Пусть мир и благословение Божие пребывают со всеми нами. Радости, праведности, мира о Духе Святом. Доброго всем дня и хорошего настроения. Каждому своему ученику Господь в момент его духовного рождения дает следующий наказ. Ученик — это тот, кто так или иначе выбрал в своей жизни, или за него этот выбор сделали его самые близкие люди, быть со Христом в Таинстве Святого Крещения. Во время совершения Таинства всегда читается одна и та же история. Это окончание Евангелия от Матфея, когда Господь встретил своих учеников, они шли в Галилею, и, увидев Его, поклонились, а некоторые засомневались. И тогда Господь приступил к ним и сказал, что «Да нам не всякая власть на небе и на земле. Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча соблюдать все, что я повелел вам, и я с вами во все дни до скончания века». И вот так на протяжении двадцати веков люди слышат эти слова в самый прекрасный момент их жизни. Хорошо, если это происходит сознательно, если человек осмысливает то, что с ним происходит. Ну, конечно, в полной мере осмыслить, что такое крещение, что в нем Господь заложил, сложно, но, тем не менее, в какой-то степени можно. Конечно, великая трагедия для человека, когда это происходит безрассудно, то есть без включения рассудка, ума, не имея веры, не имея достаточной подготовки, когда это величайшее в жизни событие происходит, ну, как обыденный повседневный какой-то процесс. Человек пришел, ну, вот как в столовую пришел, купил пирожки, съел, что-то особенного. Так же вот пришел без сердечного чувства, без понимания, подготовленности какой-то к этому процессу. Час постоял, водой его помочили, что-то сказали, что-то там дали, на шею одели и отправили. А что дальше? А дальше начало новой жизни, дальше новый завет, момент крещения, но это в каком-то смысле подписание договора. Человек вступает в завещание. Вот Господь завещал, что все, кто будут жить согласно слову, они наследуют определенное царство. И ученики это записали очень точно, конкретно, даже четыре человека записывали, чтобы никакое слово важное для исполнения этого завета не упустить. И вот человек вступает в это завещание. Когда мы что-то подписываем даже здесь на земле, ну, конечно, у нас такая привычка уже сложилась, что нам дают какие-то бумаги, мы их не смотрим, мы так что-то там внизу подписали, где там галочка стоит. Но это как-то не очень разумно, потому что вдруг это бумага, в которой вы завещаете свою квартиру какому-нибудь диде Васе. Всегда то, что ты подписываешь, конечно, нужно вникнуть. И не исполнять это никогда формально. А тут вопрос целой вечности. То есть Господь, Он ведь завет не просто для того, чтобы нам по жизни как-то полегче пройти, а завет для того, чтобы человек имел жизнь вечную и имел ее с избытком. И это очень важное условие реализации этого соглашения, потому что со своей стороны Бог, Он будет исполнять свой договор, но Он будет ожидать и со стороны человека. А Господь, но Он не только очень добрый и милостивый, Он очень строгий и требовательный. У Клайфа Льюиса есть такая история, он говорит, я в детстве очень боялся зубных врачей, поэтому тянул до последнего. Потому что как только я открывал свою боль маме, она на следующее утро ввела меня в больницу. Ну а стоматологи — это такие врачи, которые, если ты их запустишь в свою полость ртовую, то они, в общем, тебя не отпустят до тех пор, пока не вылечат все твои зубы. Ну так было раньше. И вот Господь точно так же, если ты согласился вступить с Ним в отношения. Знаешь, как незнание закона, многие говорят, ну а мы были детьми, а нас никто не спросил. Ну да, потому что за детей многие вещи решают родители. Они решают, в какую школу везти, на каком языке разговаривать, какими лекарствами лечить. И так же родители имеют полное право выбрать для человека путь его религиозный. Такое есть у родителей право. Но хорошо, если это обдумано. А если это формально, ну просто, чтобы ребеночек не болел, незнание закона не освобождает от его последствий. Закон — это механизм, который включается и который действует. И если ты вошел в эти отношения, то Господь не оставит тебя до тех пор, пока не выполнит своей части договора и не приведет тебя к выполнению своего. А с Богом непросто тягаться. Ну, смысл такой, что все нужно делать осознанно. Если вот этот шаг мы навстречу Богу делаем, то хотя бы с Новым Заветом внимательно, вдумчиво нужно ознакомиться, принять, согласиться и сделать уверенно этот шаг навстречу Христу. Помогай нам всем, Господь! Господи сил, помилуй нас! Субтитры создавал DimaTorzok